Братья и сестры, сегодня у нас будет такая практическая часть, как вновь стартануть домашние группы и служения. Как вновь начать домашние группы и служения. Знаете, за последнее время я очень много слышала переживаний у служителей, как будет дальше, потому что есть люди, которые еще не вернулись, а возможно и не вернутся, и служители переживают, с кем начинать, как проводить дальше домашние группы. Дорогие, я хочу сегодня поделиться с вами то, во что я верю, и я хочу укрепить вашу веру. Хочу сказать три места из Библии и три таких утверждения, в которые я верю. Первое, не бойтесь Церковь Божья. Не бойтесь Церковь Божья. Она не наша. Да, это Церковь Спасения, в которую мы ходим, в которую мы любим, в которую мы посещаем, в которую мы служим, но это Церковь Божья. И в Матфея 16 глава, 18 стих, мы знаем все это место из Библии, что Иисус Христос сам сказал, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Дорогие братья и сестры, дорогие сужители, Иисус Христос создал Церковь, и нашу Церковь тоже. Он ее созидает, Он ее взращивает, Он говорит, что врата ада ее не одолеют. Я скажу вам так, что Церковь переживала даже самое страшное гонение, и это ее не уничтожило. За 2000 лет своей истории было много потрясений в Церкви, но это ее не уничтожило. Я знаю, что многие переживают, а как я справлюсь, вот этот служитель уехал, что будет, как я без него справлюсь. Дорогие друзья, когда-то в свое время Церкви служил апостол Павел, апостол Петр, другие апостолы, но когда их не стало, Бог поднял новых лидеров, они стали и продолжали служить, и Церковь продолжала дальше развиваться. Она и до сих пор существует, она живет, она растет, она умножается. Знаете почему? Она Божья, ее взращивает Господь. Для меня это, знаете, огромное утешение и ободрение. У Бога есть все необходимое. У Бога есть необходимые лидеры. У Бога есть все необходимые ресурсы. У Бога есть все. И для этого трудного времени, в котором мы сейчас живем, у Бога все есть для того, чтобы Церковь, она развивалась. Аминь, братья и сестры. Первое – Церковь Божья. Поэтому нам не нужно бояться, нам нужно доверять Богу. Второе, что очень важное, это то, во что я верю. Мы приготовим сосуды, а Бог наполнит их. Мы приготовим сосуды, а Бог их наполнит. Я хочу вам сейчас напомнить историю из Старого Завета, которую мы все хорошо знаем. Я вам просто ее напомню. Четвертое царство, четвертая глава, с 3 по 6 стих. Мы знаем эту историю, когда женщина, у которой было мало очень, и она обратилась к пророку Елисею, и он ей дал такой совет. И сказал он, пойди попросить себе сосудов на стороне у всех соседей твоих сосудов порожних, набери немало. Пойди запри дверь за собою, за сыновьями твоими, наливай во все эти сосуды, полные отставляй. И пошла от него, заперла дверь за собой, за сыновьями своими, они подавали ей, а она наливала. И когда наполнили были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов, и остановилось масло. Дорогие друзья, она приготовила сосуды, а Бог их наполнил. Дорогие служители, мы с вами тоже приготовим сосуды. То есть мы подготовим, поставим лидеров. Мы сформируем домашние группы. Мы сформируем служения, которые за это время, возможно, расформировались. А знаете, что сделает Бог? А Бог их наполнит. Многие переживают, но люди разъехались. Вот у меня в поместной церкви, к примеру, была группа прославления 10 человек, а сейчас 2. Дорогие, пусть поет 2. Пусть начнут петь 2, а Бог наполнит. Поверьте, придет и благодать, придет и помазание, придет все для церкви через эти 2 человека. Пусть лучше поют 2, чем не поет 10. А они потом со временем наполнятся этот сосуд. Нам важно понять, мы приготовим сосуды, а Бог их наполнит. Знаете, дорогие друзья, сейчас люди возвращаются. И многие уже вернулись. И нам вновь нужно возобновить эту структуру служения людям, пастырского служения, чтобы мы могли позаботиться о каждом человеке, чтобы мы могли послужить каждому человеку. Вот пришло время. И знаете, что такое самое главное задание на ближайшее время? Это сделать перепись. Вот как практически? Я сегодня обращаюсь к вам. Как сделать это практически? Первое. Нам нужно выяснить, как это сделать. Перезвонить, узнать, сколько людей уже есть на месте, сколько людей вернется в ближайшее время, и сколько уже не вернется. И такие будут. Поэтому я очень прошу вас, мы просим вас, сделать это без упреков, сделать это мирно, спокойно, с любовью, благословить тех людей, которые не вернутся, благословить, чтобы они остались на тех местах, где они есть, и такие будут. Ни с кем не поссориться, остаться со всеми друзьями. Это очень-очень важно. Сегодня каждый человек принимает решение сам за себя, и нам не нужно упрекать людей и не задаваться вопросом, а почему они так поступили. Дорогие друзья, нам нужно все сделать мирно и спокойно. И вот я хочу сейчас обратиться к вам, дорогие пастора, дорогие лидеры. Узнайте, сколько у вас лидеров могут служить сейчас. Дорогие пасторя по местным церквям, узнайте. Если у вас пасторя регионов, узнайте, все ли они на месте. Если у вас пасторя регионов, узнайте, сколько у вас пастори районов могут служить сейчас. Дорогие пасторя районов, узнайте, сколько у вас дьяконов может служить уже сейчас. Узнайте. Если дьякона в отъезде, но скоро вернутся, то вы посмотрите, будете ли вы их ожидать, или нужно поставить кого-то, кто будет уже вести эту домашнюю группу. Возможно, человек скоро приедет. Тогда нужно на эти пару месяцев, к примеру, поставить кого-то временно, а человек приедет. Или если вы будете видеть, что человек не приедет еще долго, поставьте вместо него другого дьякона. Это очень важно сделать. Что еще? Если у нас такие есть дьякона, которые и они за границей, и домашняя вся группа за границей, и они встречаются там онлайн и имеют общение. Это нормально. Но когда дьякон за границей, а вся домашняя группа здесь, то лучше, чтобы им кто-то служил по месту. Это очень важно, чтобы был человек, был пастырь по месту. Дорогие, если члены домашней группы, они разъехались, то, возможно, стоит объединить домашние группы. Из двух сделать одну, или из трех сделать одну. Это нужно уже будет посмотреть по месту, понять ситуацию. Самое главное сейчас сформировать домашние группы, сформировать районы, еще раз поспрашивать, кто есть, а кто скоро приедет. Мы должны это учесть. И еще раз повторяю, не давить на людей, все делать мирно и спокойно. И сейчас я хочу сказать к тем людям, которых сейчас нет, и в ближайшее время вы, допустим, не вернетесь. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы меня услышали, если вы меня смотрите. И все остальные, чтобы могли, допустим, передать. Мы любим всех. Мы ждем всех людей. И если они вернутся, мы всем людям дадим служение. Не будет такого, что человек служил, и он какое-то время, его сейчас нет, он приедет и окажется без служения. Мы всем людям, если они захотят служить, мы всем людям дадим служение. Когда они вернутся, они будут служить Господу. Поэтому я хочу еще раз повторить. Мы любим, мы ждем, мы молимся, мы благословляем. Вы ценные, мы никого не судим, ни в коем случае тех, которые переехали, или которых сейчас нету с нами. Мы никого не осуждаем. Мы всех любим и ждем. Поэтому, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что если у вас сейчас мало, не переживайте. Начните с тем количеством, которое у вас есть сейчас. Только давайте сосудики подготовим. Мы начнем, как эта женщина. У нее было мало, но Бог умножил. И я вам скажу так. Знаете, когда только началась война, и вот первая неделя действительно была паника, она была. Было людям очень сложно. Но тогда было такое очень трудное время. Сейчас мы уже с чем-то побвыклись, сейчас уже как-то мы закалились. А тогда, знаете, было сложно. И вот мы должны были провести служение воскресное. И мы не знали, будет ли кто-то. Сможет ли кто-то петь. Мы не знали, кто будет. Сможет ли кто-то петь. А сможет ли кто-то, к примеру, быть звукооператором. А сможет ли кто-то видео снимать, потому что мы знали, что люди разъехались. И как важно сейчас, чтобы все-таки трансляция была. Мы не знали, будет ли все это. Но знаете, Бог настолько сильно нас благословил, что везде осталось как минимум по одному человечку. Вот остался один человечек, который смог озвучивать. Остался человечек, который смог снимать и транслировать. Да, было несколько человек, которые пели. Их было несколько человек. Не та группа, даже не те группы, которые у нас раньше были. Были те, которые будут проповедовать. Знаете, что мы увидели? Вот Бог везде оставил, пусть оно маленькое, как малое горчичное зёрнышко, но оно было. А потом оно постепенно наполнялось, наполнялось, наполнялось. И мы видим, как сейчас каждое служение растёт и умножается. И мы знаем, что дальше ещё больше будет расти и умножаться. Поэтому, дорогие, не переживайте, если сейчас мало есть. Начните с тем, что есть, не бойтесь. Бог будет созидать церковь, Бог будет наполнять церковь и умножать церковь. И третье, что я хотела сказать, это то, что утешает меня, и я хочу укрепить вашу веру. Мы будем трудиться дальше, мы будем благовествовать, а Бог даст новых людей. Братья и сёстры, я в это верю. Мы будем трудиться, мы будем благовествовать, а Бог даст новых людей. Я хочу прочесть место из Библии. Я уже делилась об этом недавно на Центральной проповеди, но я хочу ещё раз вам сказать, лидеры дорогие. Исайя, 49 глава, 19-21 стих. Здесь есть такие слова. «Ибо развалины твои, и пустыни твои, и разорённая земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе, тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце твоём, кто мне родил их? Я была бездетна, бесплодна, отведена в плен, удалена. Кто же возрастил их? Вот я оставалась одинокую. Где же они были?» И знаете, дорогие друзья, я для себя тогда получила вот такое подкрепление, откровение из Библии. Придёт момент, и в церкви будет тесно. В церкви будет тесно на трёх потоках. На трёх потоках будет тесно. Библия говорит, что родится столько новых детей. А что такое родиться новых детей? Это придёт столько новых людей, что в церкви будет тесно на трёх потоках. Я в это верю, я этим живу, я хочу ради этого трудиться, благовествовать Евангелие. Знаете, что нам нужно? Нам нужно продолжать нести Слово Божие. Нам нужно продолжать делать Божье дело. А Господь, Он приумножит и приведёт новых людей, родится много новых детей. И я хочу сейчас пригласить для свидетельства Давида Бальчеса. Знаете, Давид, он расскажет о том, как он был, ну, казалось бы, сам в роли переселенца. Но как Бог там использовал их, и там спасались люди. И я понимаю, Бог хочет спасать людей. На всяком месте. Люди сейчас открыты, и Бог хочет спасать людей. Наша задача просто благовествовать Евангелие. Поделись, Давид. Да, слава Богу, вітаю, дорога церква. И действительно, может сейчас сдаваться, что не на часі проповедовать Евангелие. Багато хто включился в работу, чтобы допомогать материально, чтобы допомогать продуктовыми наборами. И это прекрасно. Но мы должны продолжать проповедовать чистой Евангелие. И я хочу сказать, я как никогда, я уверен, что за последние несколько месяцев на нашей церкви спасения есть величезная, уникальная благодать в спасении людей. Мы, кто, возможно, помнит, останний семинар. Это был семинар буквально за несколько годин до войны. Мы говорили про то, что важно понимать, какая категорія, на какую категорію Бог дает благодать. Через несколько годин появилась еще одна категорія. Это люди, которые текали, это люди, которые переселялись. И так произошло, что практически половина церкви, где я пастором, это Буча, Гостомель, Ирпень, Дмитровка, это были окупованные места. Нам пришлось привезти практически всех людей, извести, самим выезжать. И мы потрапили в церкву, очень, я хочу сказать, потужную церковь. Это тысячная церковь, которая очень сильная в молитовном плане, в гуманитарном, в социальном. Но там не было спасения людей. Это прямо руками его не было. И спасение людей не сравнивало до воскресения из мертвых. Без перебольшения. И знаете, и мы сразу же, с первых дней, мы слышали, что в этом есть потреба. И они за это молились. И мы начали делать евангелизационные служения просто на улице, в палаце, проповедовать Евангелие. И через неделю на центральном служении то и церкви было первое покаяние. И знаете, сразу же после этого, мы попросили пастора, он был условием проводить наставничество. Друзья, это просто чудо. За тот период, уже понад три месяца, уже 16 людей полностью пройшли наставничество. Это неверующие люди. Если раньше мы первые недели привезли людей, то сейчас, я недавно туда приезжал, за годину до наставничества уже стоит черга перед воротами, люди просятся. Сейчас на наставничестве понад 20 людей. Это понеделок и вторник. Такого никогда у них не было. Величезно, слава Богу. Одна сестра уже прийняла водное хрещение. Это было тоже великое чудо, потому что в этой церкви никогда не принимали водное хрещение. Непланово. Там было оно один раз в рік, десь там влитку. Я питаю, как это будет? Они все мне говорят, мы не знаем. Такого никогда не было, но она такая была очень настирная. И допустили. Сейчас 8 людей готовятся до водного хрещения. Поэтому величезно, слава Господу. Это люди-переселенцы из Мириуполя, из Миколаева, из Херсонщины. И люди очень сильно сейчас открыты, чтобы чути Евангелие. Война не остановила проповедь Евангелия. Навпаки, сердце людей открылось. Мы должны нести, где бы они находились. Я хотел бы сказать, что в этот момент, что есть особая благодать в меня один из пасторей районов, он был в 2-й церкви, такого же плана. И он говорит, когда я почув, что у вас такое пробуждение, я хотел ехать до вас. Но потом подумал, ну, если я уже тут, то попробую что-то тут сделать. И у них как раз был семидневный пест за пробуждение. И они это делали уже много, много, много лет. И он говорит, мы седьмой проповедились, я думаю, что все. И все. Чтобы было пробуждение, я его не маю. И он говорит, я решил сказать евангелиеизационную проповедь, и там так же, через якийсь час, это было первое покаяние. И знаете, та церковь, в таких церквах есть очень страшный грех, такой практически смертный, это аплодировать. И знаете, что, когда эта человек покаялась, вся церковь аплодировала, а цей смертный грех рухнув, скажем так. Він також розпочав наставництво, Він його запустив, зараз передав також, и другие люди проводят. И это, знаете, пришло до ответы цей потреби, которая была уже много лет, пришло пробуждение туда, пришло пробуждение, где мы были. Друзья, на нас есть великая благодать. Можливо, кто-то смотрится сейчас онлайн, и вы еще не вернулись. Знаете, что на том месте, где вы находитеся, вы можете принести эту благодать нашу церковь, чтобы люди спасалися, примирялись, можно передать это, и это будет великим благословением для Царства Божого. Нехай Бог всех нас благословить, проповедовать и дальше Иван Илья. Спасибо, Давид. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Мы сейчас будем молиться за две вещи. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы Господь помог нам организовать вот эти вот сосуды, приготовить Богу эти сосуды, вновь запустить домашние группы, поставить туда деканов. И второе, давайте мы сейчас помолимся, чтобы пришла благодать, эти сосуды наполнились, чтобы пришли новые люди, чтобы Бог благословил и наполнилась наша церковь. Давайте мы сейчас помолимся. Дорогой Господь Иисус Христос, Боже, мы сегодня приходим к Тебе, мы знаем, что церковь создал Ты. Мы знаем, Господь, что церковь принадлежит Тебе. Ты ее созидаешь. Господь, Ты ее расширяешь, Ты ее умножаешь. Ты есть Господин и пастыр церкви. Господь драгоценный, и мы просим сегодня Твоей мудрости. Мы приходим к Тебе и просим у Тебя мудрости. Помоги нам приготовить сосуды. Господь, благослови сделать это настолько мирно, с любовью, Господь, чтобы действительно мы могли поставить людей, которые с радостью будут нести это служение. Помоги нам все возобновить, Господь. Ты знаешь, что мы церковь домашних групп. Дай нам вновь приготовить все эти домашние церкви. Благослови, Господь, и злей свою благодать, чтобы домашние церкви наполнились. Помоги нам не потерять ни одного человечка, ни одного, Господь, но послужить каждому человеку благослови госпród чтобы даже самому-самому маленькому помоги послушайте он попал в домашнюю группу благослови господь уделить время господь на она это на самое главное подготовку сосудов а потом просим пусть придут новые люди множество новых людей благослови что могу идти проповедовать евангелие чтобы люди спасались чтобы они приходили в церковь и чтобы в церкви было тесно господь на трех потоках пусть будет тесно в наших поместных церквях пусть будет тесно в каждой поместной церкви пусть тут новые люди и скажут нам уже здесь тесно благослови господь умножай мы полагаемся на тебя доверяемся тебе и просим твоего водительства твоего руководства во имя иисуса христа аминь да благословит вас господь